Маткульт, привет всем! Задача от премьера Мишустина, от нашего премьер-министра. Итак, предыстория. Михаил Мишустин пришел из тех лицей, где я веду кружок по математике настоящей, и посетил один из уроков, на котором был разбор там чего-то типа проектной деятельности, не знаю точно. И он сказал, вы что тут проекты разбираете, вы еще успеете их разобрать? Решайте настоящие задачи, занимайтесь фундаментальной наукой, да? И надо сказать, что здесь я с ним полностью согласен, отдельный разговор, да, что Михаил Мишустин, он, ну это очень хорошо, да, что наш премьер понимает важность фундаментальной науки. Это очень круто. Надо теперь ему объяснить, что насильственная цифровизация довольно сильно идет вразрез с этим пониманием. Ну, я думаю, что когда-нибудь мы увидимся, и я ему это объясню. Вот, а так вроде классный мужик, он в КМЦ приезжал, Майкоп, тоже был там в восторге от нашего, от нашего всего этого музея математики и прочего. Так вот, и говорит, а вот можете ли вы решить вот эту задачу? И дал некоторую задачу. Я из новостей не смог понять ее формулировку, вообще не смог, потому что люди, которые записывали эти новости, они настолько не бум-бум в математике, что они просто не смогли восстановить условия. Но у меня есть одна знакомая, значит, с Иван Чая, Ирина Жгутова, и она мне это условие поведала, а заодно она мне рассказала решение, потому что я за три минуты, честно скажу, решить не смог. А задача, да, более того, я на самом деле завис на том, что то, что он просит, невозможно. Итак, в чем уже заключается задача Мишустина? Дана окружность и точка на ней. А еще дан диаметр, вот он нарисован уже, дан. Так бывает, да? Уже нарисовали. А кроме того, дана одна линейка. Ну, в классическом смысле слова, без делений, бесконечные в обе стороны, с одним краем. То есть инструмент проведения прямых линий, все. Через любые две точки можно провести ровно одну прямую, и этот инструмент умеет это делать. Внимание, циркуля нет. С циркулем, что называется, каждый дурак. А что требуется? А требуется опустить сюда перпендикуляр. Я вначале стал это самое говорить, да как же так? Вот там проективные преобразования могут эту ситуацию изменить, углы поменять. Как это, в принципе, может быть возможным одной линейкой сделать? А потом я понял, что когда мы начнем делать проективные преобразования, диаметр перестанет быть диаметром, естественно. Поэтому, на самом деле, то, что это диаметр дает определенные шансы. Ну, то есть сразу понять, что это нельзя, я не смог. И правильно, потому что это можно. Но вот здесь ставьте на паузу. Ну, реально, я не знаю, для меня эта задача сложная. Я там за несколько минут ее не решил. Поэтому Элина мне сама рассказала это решение. Она тоже его помнила не полностью, но мы с ней вдвоем ее быстро восстановили. Ну что, решили? Тогда смотрим решение. Первое действие это проведение вот такой прямой. И вот такой прямой. Что здесь важно понимать? Здесь важно понимать, что этот угол прямой. Почему? А потому что мы опираемся на диаметр. Обычный результат. Все углы, которые опираются на диаметр, будут прямые. Следующая гениальная идея заключается в том, что надо взять любую точку окружности. Но у меня здесь в окружности небольшой какой-то получился изъян. Поэтому я, ну так, на глазок возьму какую-нибудь точку. Вот она тоже на окружности. Просто произвольную. И тоже линейкой провести, ну в общем, тоже две таких прямых. И констатировать тот факт, что это, соответственно, тоже прямой угол. А значит, в треугольнике А, В, С, вот это высоты. Давайте это О1, это О2. Вот, это высоты. Ну тогда и это тоже высота. Блин, у меня как-то все криво вышло, неважно. Короче, это тоже будет высота, естественно, по соответствующим теоремам школы. А значит, этот угол прямой. Только вот беда, он не из той точки, да, опущен. Нам нужно из этой опустить перпендикуляр. А мы умеем из вот той опускать. Ну, на самом деле, это уже практически все. Потому что теперь мы вот эту просто продолжаем, да. Вот эту отмечаем. Эти две соединяем. Ищем пересечение с этой. И отсюда, соответственно, отправляем сюда. Вот, то есть мы как бы отражаем всю эту картинку. У нас есть вот эта точка, из которой перпендикуляр проведена. У нас есть вот эта точка, из которой нам надо его провести. Вот, значит, мы их соединяем, доходим до вот этого вот диаметра, до его продолжения. Из этой точки опускаем вот сюда, в противоположную от этой точки. И, естественно, эта точка будет противоположной этой, то есть симметричной. Эта картина симметрична. То есть прямая симметрична вот этой относительно диаметра. А, значит, эти две точки симметричны. А, значит, при их соединении линейкой мы получаем искомое, что мы опустили перпендикуляр. Вот. Согласитесь, что это, блин, вообще не выпить стакан воды. Это довольно, довольно такое длинное, хитрое рассуждение. В общем, это круто. Вообще, Мишустину респект. Я такую задачу никогда не знал и был ею восхищен. Она очень красивая. Она сложная, красивая и классная. И должна, конечно, зажечь молодые умы, чтобы не проектами в основном в школе заниматься, а, конечно, фундаментальной наукой. Вот так. Маткульт, привет! Субтитры сделал DimaTorzok